Мирный договор Азербайджан к таким переговорам готов и более того, именно Баку призывает к их скорейшему началу. Мотивы, столь ярко выраженные заинтересованности, лежат на поверхности. В Баку считают, что мирный договор в значительной степени обеспечит предсказуемость дальнейшего развития событий в регионе и послужит основой для долгосрочной стабильности и безопасности. Казалось бы, руководство Армении разделяет эту точку зрения, коль скоро констатирует необходимость подписания документа. Между тем, Ереван настаивает на том, что переговоры должны вестись исключительно в рамках посреднической миссии Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил и сам Пашинян. И ранее в том же ключе высказался секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. По словам последнего, именно тройка сопредседателей Минской группы призвана содействовать поиску итоговых решений. В первую очередь должно быть достигнуто окончательное урегулирование Карабахского конфликта, заявил Григорян. Иными словами, Армения намерена поднять на предстоящих переговорах вопрос так называемого определения статуса Карабаха, без которого, по ее мнению, конфликт не может считаться завершенным. Как отметил секретарь Совбеза Армении, позиция Еревана по этому вопросу заключается в том, что статус Карабаха не приемлет каких-либо ограничений. Таким образом, Ереван еще до старта переговоров по мирному договору выдвигает заведомо абсурдные условия. Возникают резонные подозрения, что тем самым Армения старается максимально отдалить дату начала переговоров, если не сорвать их вовсе. В Ереване прекрасно осведомлены оппозиции Баку, согласно которой основой для заключения мирного договора может служить лишь взаимное признание территориальной целостности. Именно признание, а не обсуждение дискуссии по этому вопросу. Пытаясь реанимировать мертвую тему статуса Карабаха, Армения фактически хочет поставить под сомнение международно признанные границы Азербайджана. Это не что иное, как попытка ревизии итогов Второй Карабахской войны. Ревизии, к которой Армения стремится подключить посреднический формат, уже доказавший свою несостоятельность. Возможность убедиться в этой несостоятельности мы имели на протяжении почти 30 лет. Все это время внушительная часть суверенной территории Азербайджана находилась под армянской оккупацией. Посредническая миссия под эгидой ОБСЕ предполагала устранение этой неприемлемой во всех отношениях ситуации. При этом в изобретении велосипеда не было никакой практической нужды. Механизм реализации норм международного права уже существовал и даже весьма эффективно функционировал в отдельных случаях. Однако карабахской проблематике почему-то усердно приписывалась некая уникальность, якобы требующая особого подхода. Эта вымышленная уникальность превратила процесс урегулирования в затяжную рутину. Неудивительно, что Ереван был полностью удовлетворен деятельностью международных посредников. Армения оценивала состав Минской тройки как наиболее оптимальный, полагая, что этот формат является надежным гарантом консервации преступного статус-кво. Отсутствие каких-либо международных санкций в отношении агрессора только укрепляло его в этом мнении. Осень 2020 года наглядно доказала опрометчивость такого мнения. Азербайджан избавил посредников от тщетных поисков несуществующего паритета и восстановил справедливость собственными силами. Равно как и окончательно снял все вопросы о нужде в дальнейших посреднических услугах Минского трио. Патронаж Минской тройки над постконфликтными взаимоотношениями между Азербайджаном и Арменией не только неактуален, но и контрпродуктивен. За потугами вернуть этот формат на арену явно проглядывается замысел по нейтрализации любого альтернативного механизма решения региональных проблем. Судя по всему, Ереван стремится вернуться в зону комфорта, которую долгие годы обеспечивал ему минский формат. Поэтому Армения настойчиво зазывает сопредседателей как можно скорее совершить визит в регион, непременно посетив при этом Карабах. И это несмотря на то, что Баку однозначно заявил, что не допустит деятельности минской группы в довоенном контексте. Азербайджан предлагает странам-сопредседателям сформулировать новую повестку, коль скоро они желают продолжить работу. И разумеется, эта повестка должна полностью коррелировать с новыми региональными реалиями. Баку рассмотрит эту повестку и, если сочтет нужным, даст положительный отклик. В любом случае посредники должны исходить из того, что Карабахский конфликт урегулирован. Если сопредседатели намереваются предложить повестку, навязанную Арменией, то их визит в регион представляется заведомо бессмысленным. Дискуссии по оторванным от реальности вопросам точно не входят в планы Азербайджана. Редактор субтитров А.Семкин